Приветствую вас! И первое, на что хочу обратить ваше внимание, это то, что ваша дочь, откровенно говоря, ревнует. Ее ревность связана с тем, что больше ваше внимание не будет направлено только на нее. И это ревность, которая, естественно, пройдет и уляжется, когда вы реально начнете жить со своей новой женщиной. Далее. Люди, которые хотят покончить жизнь самоубийством, реально хотят покончить жизнь самоубийством, никогда не скажут самоубийство, потому что знают, что их будут все останавливать. Знают, что их запрут в психиатрической клинике и где не позволят им этого сделать. Поэтому склонные к севициду люди очень тихие и никогда не рассказывают о своих намерениях. Ваше дочь, выставляя на показ угрозу о том, что она наложит на себя руки, и в действительности же просто стремится с вами манипулирует, потому что ей так удобно. Подумайте вот о чем. Кто выигрывает, кто реально получает выгоду от ситуации, где вы, скажем так, рядом с дочерью. И все. Кто выигрывает? Естественно, ваша дочь. И в этом она, эгоист, и ведет себя достаточно эгоистично по отношению к вам. Ей уже 25 лет. У нее, по идее, есть своя жизнь, своя личная жизнь, она все равно вас не отпускает. Это не совсем правильно. И потому тот главный фактор, который вы увязываете со своим блокированием жизни другой женщины, то, что она наложит на себя руки, является ничем иным, как пустышки. Ваша дочь этого не делает. Но под этим вот проявлением скроются немножечко другие мотивы. Как и вы, она любила женщину, которая умерла. Для вас жена, для нее мама. И то, что сейчас происходит, ее нежелание принимать другую женщину, означает для нее ощущение, что вы предаете ее маму. Вы начинаете жить дальше, и вы как будто бы забыли ее. Может быть, это покажется вам банальным, но попробуйте поговорить с дочерью и объяснить ей, что ее маму, вы помните, она навсегда у вас в сердце. Но она любила и вас, и дочь, и хотела бы, чтобы вы с ней были счастливыми. И вам для счастья нужно жить дальше, реализовываться с другой женщиной, реализовываться как мужчина. Именно поэтому вы, не забывая ее маму, не забывая свою жену, все-таки начинаете идти дальше. Потому что в прошлом жить нельзя. Это тянет назад, это тянет к деградации, это тянет в никуда. Попробуйте донести до своей дочери подробные слова. У Вера не сразу, но она обязательно поймет их. И тогда у вас все будет хорошо. Естественно постепенно, естественно не сразу. Вам необходимо проявлять следующие качества при формировании поведения данной ситуации. Первое, это выдержка и последовательность. То есть, у вас есть дочь, и эта дочь по идее не сдается в вашей заботе, но она уже достаточно взрослая. Чтобы обеспечивать себя самостоятельно, у нее скорее всего своя личная жизнь. И вы желаете ей всего самого лучшего и самого доброго. Но и она, в свою очередь, также априори желает вам всего лучшего и самого доброго. Соответственно, именно это вы и сейчас и делаете. Уздравивайте свою личную жизнь. Дальше следует прямо спросить дочь, почему она не хочет, чтобы вы входили. Что ее беспокоит? Что ее движет? Чего она боится? Возможно не сразу, но она вам расскажет и вы сможете эту проблему решить. Далее. Необходима выдержка и терпение, когда вы все-таки осуществите то, что хотите. И начав жить с другой женщиной, будете испытывать первое время, особенно первое время, негатив со стороны дочери. К нему нужно относиться соответствующие спокойно, потому что ваша дочь не сразу примет новые реальные. И уж точно, наверное, не захочет принять вашу женщину. Но, убедившись, что у нее нет выбора, ей не останется ничего, кроме как смириться с ситуацией и принять ваш выбор, принять ваши решения. Именно так вам нужно себя вести. Альтернативы, по сути, нету. В противном случае, если вы пойдете на поводу у дочери, вы не будете реализовать свои желания, не будете счастливым, а значит и она с вами не будет счастлива. Но она, в силу своего возраста, в силу вашей ситуации, не способна понять сейчас этой причинно-следственной связи. Ты выше, как отец, к этому пониманию ближе находитесь, вы способны понять это, а значит и отдаете тебе счет в том, что новый шаг, новая века в жизни всегда сопровождается болью, всегда сопровождается страхом перед будущим. Страхом перед тем, что прошлое остается в прошлом. Видите, дочь может быть в вашем быту накатила память о маме, теперь этой памяти будет меньше, и она боится, что забудет ее. Все это безусловно понятно, но по-другому нажать новый этап в вашей жизни нельзя. А дочь, дочь со временем смирится. У нее нет иного выбора. И в заключении, вы можете попробовать наладить ее личную жизнь, вы можете попробовать найти ей какое-нибудь увлечение, вы можете попробовать чем-то ее занять, чтобы у нее было меньше времени на то, чтобы переживать по поводу вашей жизни и заниматься все-таки обустройством своей судьбы. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok